Двигайся, пожалуйста. Прошу! Блять. Чего? Рок против рэпа? В 2017. Да эта тема не актуальна уже лет так 30. И мне тоже так казалось. Что? А, окей. Все, я могу продолжить? Спасибо. Давайте определим тезис для сегодняшнего выпуска. Все гениальное просто. Слишком зашкварно. Все очевидное сложно. То, что надо. Сегодняшний выпуск будет разделен на две основные части. Чтобы успешно словить старую добрую порцию ненависти от каждой стороны. Сначала посыл для ярых приверженцев рока. Ну, знаете, вот для таких, которые вот, ну вот прямо вот, ээээ, я тупой говнарь. Я ненавижу рэп. Я никогда не слушал рэпа. Но я ненавижу рэп. Я вам больше скажу. Многие из вас и рока как такового не слушали. Если вы затерли до дыр пару-тройку любимых групп, это еще не делает из вас отважного ветерана передовой линии. Скорее бойца невидимого фронта. И, конечно же, не без обращения к моим дорогим фанатам рэпа, чьи глаза заболокло пеленой вейпа. Ну, знаете, такие... Е-е-е-е! Я с вас свою утелку, сука! Многие из вас даже не догадываются, насколько сильно размыта граница между двумя данными жанрами. Общие выводы в конце. Надеюсь, у вас хватит терпения и мужества. Ну что, пожалуй, начнем. Глубоко уважаемая рок-аудитория. Без сарказма. Спасибо, что смотрите и продолжаете смотреть. Ценю. Честное слово. А сейчас, извините, я буду взъебывать ваши беспочвенные предрассудки. Да я бы слушал рэп, если бы они не читали про всякую херню. Это просто бессмыслица. Что не текст, то мат, сиськи, тёлки, алкоголь. Мат. И тёлки? Как хорошо, что року это всё чуждо. Да, друзья? Данная претензия адресована скорее к русскому рэпу, ибо в процентном соотношении Россия находится где-то в глубине кокоса по численности населения, владеющей английским языком. Окей. Я понимаю. Для большинства слушателей русский рэп ассоциируется, ну, примерно с этим. Е-е-е-е. Моя тёлка, сука. Сука. Твоя тёлка, сука. Сука. Их тёлка, сука. Так где же мой косяк? Воу. Есть такое явление, называется разнообразие. И данному феномену подвержены абсолютно все жанры. Когда речь заходит о роке, вы ведь не слушаете группы типа «Кровавый понос» или «Навозные брызги»? Конечно же нет. Вам подавай «Металли», «Курамштайн», «Нирвану». Так и с рэпом. Вас никто не заставляет слушать «Каспийский груз», «Витю АК-47» или «Андрюху М-16». Хотя нет, Андрюха крутой. Андрюха М-16. Разберем на примерах. Смотрите, это Оксимирон. Пожалуй, лучший текстовик всей музыки на русском. Всё переплетено. Море нити ино. Потяни за нить, за ней потянется клубок. И тот мир веретено. Совпадение ноль. Нити бытили струной или для битвы тетевой. Всё переплетено. Веденный моток, нитиной комок и несетцевый платок. Перекати поле, гонит с неба ветерок. Всё переплетено, но не предопределено. Ну что, достаточно глубоко? Альбом «Горгород» — это целое литературное произведение. Считай, что в рэпе нет сильных текстов. Послушай. Послушал, не убедился в обратном. Ты безнадёжен. Шок. Мы странное поколение. Море это нам поколение. Но только счастье, вот журавль в небе. Надежда за мерзающий пруд. И в нём терпение усталый лебедь. Не верится, что вымерли чувства. Что случилось тогда? Мы разучились смеяться честно. Но как и сечно научились страдать. Но из МС. Если вселенная бесконечна, действительно, значит, есть куча копий нашей планеты. Где-то сейчас происходят те же события. Копия меня, пиши копию песни этой. Если вселенная бесконечна и вправду, то прямо следует из этого факта, что ты точно так же ждёшь, когда я вернусь обратно. Где-то там, в глуби далёких галактик. То есть не ты, конечно, а твоя копия. И не меня, а мою копию, конечно. Если, конечно, всё это не утопия. И вселенная действительно бесконечна. Двигаемся дальше. Приводить в пример таких исполнителей, как Тупак Шаку, Рэминем или Бушидо, я даже не стану. Это будет слишком легко и просто. О, моё любимое. Двойные стандарты. Бля, вот сейчас давай серьёзно. Ну ёбаный в рот. Ну ты вообще, блядь, слушал рэп? Там, блядь, один нахуй мат. Нахуй я столько материться? Честно говоря, я хуй знает. Никто ведь из нас не матерится в повседневной жизни. Как никогда и не матерились музыканты, коих пытаются канонизировать. Да? Ну а что другое, если? Так мы стесняемся, приём. Обидно, блядь, да садо, блядь. Ну ладно. Ты врёшь, ты врёшь. Я не слушаю, плов кушаю. Наглядный пример использования мата. Сажит, берёт бал. Другой пример. Из-за леса выезжает конная милиция. Становись, кадетки раком, будет репетиция. Я приехала в комком с имени Мичурина. Так и знала, ты будь, словно сердце чуяла. Каждый ёбаный день в этом зику рати пролитых слёз. Вавилонской башне мёртвых идей, от которых череда одних чёрных полос. Колизея нереализованных грёз. Клубе одиноких сердец. Как я тебя заебался ждать и нашу. Моя девочка пиздец. Ну, сектор газа это народное творчество. Это глубина текста. И там мат как бы, ну, ничего страшного. Ну, а в рэпе мат это не... Это не... Конечно, среднестатистическому обывателю приятнее послушать про то, как отъебут какую-то бабёнку. Ну, сектор газа это панк-рок. Её можно. Высоцкий... Ну, это Высоцкий. А Летов... Ну, ебать. Это Летов. Аргументы уровня денег нет. Но вы держитесь. Вот вам ещё пара примеров. Группы мирового уровня, на секундочку. СОУФАКИНЬ ВАЙТ! ФАКИНЬ ВАЙТ! Думаю, не стоит объяснять, что слово ФАК и все его производные не переводятся по первоисточнику так, как их переводят для радиоротаций. СОУФАКИНЬ ВАЙТ! И что теперь, чёрт побери? ФАКИНЬ ВАЙТ! Ну, вас всех нахрит! Да я вас уверяю, половина фанов Рамштайн никогда бы и не начали их слушать, будь они группой из России. Так, а что если мы запретим Металлику, Слепнот, Мегадет, Гансен Роллз, Секс Пистолс и Рамштайн за пропаганду всего антисоциального? Да, так, 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 так. Я не пытаюсь обосрать ту или иную группу или их слушателей. Скорее показать на ваши же двойные стандарты. Или как? Я вегетарианец, но ради мраморной говядины я готов сделать исключение. Большинство аргументов против рэпа детский лепет. Нужны сильные тексты. Вот вам Окси Мирон, вот вам Шок, вот вам Нойз МС. Где нас нет? Горит невиданный рассвет. Где нас нет? Море и рубиновый закат. Где нас нет? Лес, как Малахитовый браслет. Где нас нет? На Лебединых островах. Где нас нет? Я в поиске добра, подзолеонов в золотой карете. Удобно быть изгоем белой вороны. И одиночество, наверное, свобода. А для меня это мой первый альбом. Ведь я был взял настолько вес, сколько смог. Перед самым собой. Выдыхай скорей мою душу. Наружу ей тесно. В твоих лёгких так мало места. Нужна палитра мелодичности? Вот вам Скриптонит. Вот вам ЛСП. И пошло оно всё нахер. До чего же крутой коллектив грибы? У нас уже любовь. Я не могу без тебя двигаться. Жёлтый-жёлтый свет. Синий-синий дискотек. Мы двигаемся в тах. Ты мой, ты мой человек. Что за прямолинейная консервативность? Учитесь слушать. Не слышать, а слушать. Вам в жизни вливают и будут вливать всякое дерьмо в уши. Или вы, подобно Ван Гогу, будете ходить и их потихоньку себе отрезать, дабы не услышать ничего того, что вам не угодно? Далеко не уходите, я ещё вернусь. Глубоко уважаемая рэп-комьюнити. Я знаю, что вас не так много. Но спасибо, что смотрите. Без сарказма. Ценю. А сейчас, простите, мне придётся немного взъебать вашу близорукость. Перейду сразу к очевидному. Большинство ваших кумиров, прививших вам любовь к данному жанру, слушали и слушают рок. И многие идеи они черпают именно оттуда. Обо всём по порядку. Всеми обожаемый Окси Мирон. Флоу это корвалол, мафлоу это мановар. Он что, только что назвал свой флоу? Своё главное оружие слово мановар? Уважаемая рэп-комьюнити, возможно, вы знаете какое-нибудь другое значение этого слова. Но я знаю лишь один мановар. Постойте-ка. Самый популярный рэпер России называет свой флоу хэви металлической группой? Нихуи! Идём дальше. Нужен поэт? Это легко. Всё что угодно. Это Рэмбо, вот Гумилёвка, Бэйн, Вийон, Лотри Амон, Егор Летов и Блок. Никонов, Лёха, плюс Эрик Старков, ППРК, Восток, это Элл, Вокдок. Кобэйн. Егор Летов? Егор Летов? На небо! На небо! Погодите, это что, фараон? Да не, да не, или... Да? Это фара? Тот самый? Он что, дает рок-концерт? Вот пить! Предатель? Как ты мог? Ты же был мне как брат? Ты теперь поешь на сцене Вместе с этими шестиструнными уёбками Я ухожу к скриптониту Ооо, скриптонит это вообще отдельная история Наглядный пример Типичный рэп-стайл, не правда ли? А как вам исполнение данной песни? Чтобы исполнить данную песню, вам не поможет ваш флоу Вам понадобится... Вокал Ведь это моя вечеринка Тут есть силы, скоглазые, чёрные, гринго Их стаканы звенятся не при ринго Предатель? Ты же был мне как брат Ты теперь поешь как шестиструнный туйбак Вы все предатели Я думаю, всё и так понятно А здесь долго и распинаться-то не стоит Это лишь малая часть того, что находится на поверхности А теперь врубайте мозги и вдумывайтесь Насколько сильно размыта граница между двумя данными жанрами Не, ну у меня есть друзья в хип-хопе Айсти мой кореш И я знаю много хороших групп и артистов Он что, называет хип-хоп-группы хорошими? Раньше я слушал Run DMC Run DMC? Предатель! Кстати, о Run DMC Как вам их совместочка с Aira Smith? А как вам совместное звучание Aira Smith и Eminem? А что вы скажете про Anthrax? Да, это песня хэви-метал группы А потом совместка с Public Enemy И как следствие Совместный тур Предатели Вы все Вы же были мне как братья Ну скорее как отцы Да вы все равно предатели Многие популярные группы во многом обязаны своим появлением таким экспериментам Например, Лим Бискетт, Линкен Парк, Голливуд Ан Дед Слышал про таких? Так вот, данный бессмысленный вопрос был давным-давно решен Людьми куда более компетентными, нежели вы Или же я Так что прекратите страдать херней И кстати, перестаньте путать понятия любить музыку и любить ту или иную группу Потому что это, ну пиздец какие разные понятия Ну как же я обожаю музыку Да, как же я обожаю музыку Она течет в моих венах Правда, я слушаю только Муми Тролль Ну как же я обожаю Муми Тролль Ограничить себя жанром Это значит отгородить себя от великих и просто очень хороших песен Вы заказали мою голову, я подаю вам признаки жизни The emptiness that we confess in the dimmest hour days I would say there's life between us I know mommy's not here right now And we don't know why we feel how we feel inside I can't let you dance, I bet you for you Я возьму тебя и прижму, как родную дочь Because I'm three, I'm three, I'm three, I'm three, I'm three Face to the sea I'll have a big dream And I'm dreaming Your dream is life Для чего, собственно, нужно было это видео? Я считаю данный спор бессмысленным И вы сами видели почему Я знаю, что среди вас есть множество адекватных зрителей У которых просто не лежит душа к тому или иному жанру И не более того И это вполне естественно Если среди вас есть меломаны Крепко-крепко обнимаю Спасибо, что досмотрели видео, где я вам рассказывал Как же, сука, трудно пройти сквозь открытую дверь Слушайте хорошую музыку И, блядь, забейте в хуй на то, какой это жанр Найду другую Все твои секреты Видно в объективе Сколько они стоят Марбаро Мартини Рисуешь мне сюжеты Но ведь мы не в фильме Я знаю тебе цену Марбаро Мартини Ты же пара звезда Марбаро Мартини